всем привет друзья рено даст р 2 и 0 автомат коробка заглянув под капот обнаружили вот здесь течь масло предварительно это из-под вот этого датчика который фазорегулятор обзавелись вот такой запчастью номер будет в описании ну и приступаем в замене и так чтобы нам добраться до датчика фазораспределения нужно снять клемма с катушки самого датчика фишки снимается нажимаете и снимаете дальше бит на 8 откручиваем достаем болт вот такой да друзья также вам понадобится еще обязательно карп клинер для того чтобы помыть датчик фазорегулятора так вот наш датчик фазорегуляции еще заведите с пряточкой потому что с него капает вот так вот он выглядит сейчас мы его помоем карп клинером заодно можно вытащить катушку посмотреть что здесь здесь видим что тоже масло достает и сюда ну соответственно тоже это дело потрем я еще сейчас выкручу свечу посмотрю что смог свеча затянута так себе так вот в таком состоянии свеча ну неплохо видно что она довольно свежая сейчас посмотрим зазоры вот такую штуку на рынке можете себе купить за 100 рублей для того чтобы с помощью щупа смотреть такие зазоры на свече 07 08 ну я думаю что где то вот она у нас 08 08 проходит 09 смотрим и 09 проходит короче вот 09 где-то 095 зазор у нас потому что 1 0 уже не проходит ну это как раз и из-за вот ну норма для свечей на данной автомобиле ставим назад свеч 05 05 05 05 05 05 05 06 05 05 05 05 06 06 06 06 07 05 07 07 07 в полном порядке протираем под ним его можно даже снять и почистить вот так вот снимаете и прям почистили оно мягкое у меня к нему претензий нет устанавливаем назад и устанавливаем предварительно еще желательно протереть свечной колодец да ну и чтобы вы увидели состояние всего этого не очень да и вытираем а а Продолжение следует... Ну вот как-то так. И вставляем обратно модуль зажигания. Почему-то французы сделали так, что чтобы вытащить этот модуль зажигания, надо в любом случае сначала вытаскивать фазорегулятор. Так, мы едем дальше, достаем сальник. Отвертка не достается. Сейчас попробуем, какими-нибудь плоскогубцами. Вот такие плоскогубцы пробую. Продолжение следует... Короче говоря, чтобы сделать аккуратно, не получается. Так, сейчас попробую вот так его... Тоже метод здесь у нас... Короче говоря, друзья, надо будет по... Подрочиться, чтобы вытащить сани. Я это на съемку снимать не буду. Думаю, у каждого из вас получится. Друзья, я вытащил с помощью вот такого вот ключа. Засунул туда вот так поддел, значит, ну и за сам ключ тащил после губцами вот так. Ну, все, он выскочил. Вот в таком состоянии старый сальник. Он дубовый напрочь. Вообще прям дубовый-дубовый. Прямо вот это тоже все дубовое, в общем. Короче говоря... Ну, что дальше? Дальше протираем посадочное. Сначала тряпочкой натираем всю грязь. А, кстати, да, я модуль вытащил, потому что с модулем очень тяжело это делать. Сначала просто тряпочкой снимаем основную грязь. Потом немножко можно очистителем. Ну, только не без фанатизма, потому что этот очиститель попадает в масло. Так, после того, как там все идеально очистили, вот в таком состоянии у нас колодец. Ну, там чуть-чуть попало вовнутрь, но я уже не стал туда лезть. Значит, дальше... После того, как очистили... Сейчас я камеру установлю. Берем вот такую оправку на 27. Ну, это не оправка, это, соответственно, просто бита. Наш новый сальник. Прокладка. Ее нужно смазать немножко маслом. Нужно прям, чтоб не париться, взять. Ну, не получается надо взять масло. Я вот такое масло взял. Это от коробки автомат. Декстрон 3. Намочили палец. И смазали вот эту кромку. Вставляем. Вставили. Достаем нашу оправку. Смотрите, он прям сам утапливается. Я даже молотком не подыгрываю. Просто вот так вот надавил и пошатал. Вы видели, да? Усилие среднее. Ну, все. Все встало. Еще можно для уверенности просто рукой побить, но не молотком. так. Все получилось. Остатки масла. Убираем сальника. Так. Теперь мы вставляем наш. фазорегулятор. Наш модуль для сжигания. Один и вставляем фазорегулятор. Ну, как-то так. Отправили и обратно болтик. фазорегулятор. Бита здесь на 8. Закручиваем. Было закручено без фанатизма, откручивалось от руки. Ну, также вот от руки чуть-чуть можно дать небольшое усилие. вставляем обратно клеммы фишки. Раз и два. Вуаля. Ремонт произведем. Теперь там стоит новый сальник. И, по идее, эта мократа вся должна уйти. старый сальник. Вот он. Состояние. Больбеда у него. Номер еще раз. Вот он. Ну, а кто любит чистоту, вот это место можно еще раз пройтись очистителем и протереть пяточкой. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok